здравствуйте на канале дзен афромангу мукбангу и youtube афромангу мукбангу ночной мукбанг ну как я и обещал после ютубовской трансляции мукбанг ночной чай гринфилд гринфилд чай с сахарным песком потом батон из пекарни с шоколадным варенье ой шоколадным маслом изюмом и семечками сырыми вот такой будто вот пока вы показывать от не буду прошу все рассыпется сейчас переставлю чашку сюда а тарелку сюда чтоб можно было удобно есть поближе если поднести неудобно не видно куда поближе ну вот так если только я не знаю видно или нет я ж не вижу что там зато с обратной стороны я перевернул за телефон самый главный суб зрители увидели а тебе видеть не обязательно ну как сказал бы мышки эти нафиг опять вкусно тема банка мои любимые передачи телепередачи в ссср так пристав Если ты смелый, ловкий, умелый Джунгли тебя зовут Мы точно выучили Спасибо создателю и первому ведущему Программу Сергею Супоневу В игре принимали участие две команды Хищники и травоядные Причем у игрока были футболка с изображением героя Тогда выигрывали травоядные Их одаривали гигантским бутафорским бананом А хищники получали награду бутафорскую кость Вечером в среду после обеда Сон для усталых взрослых людей Мы приглашаем тех, кто отчаем В дикие джунгли скорей Там крокодилы, львы и гориллы Слоны-пантера в зарослях ждут Если ты смелый, ловкий, умелый Джунгли тебя зовут Джунгли тебя зовут Очень интересно А чего? Ты не смотрела, что ли? Я смотрел Нет, то, что они получали, я не знаю А В мире животных Вот это тоже интересно с этим Дроздов Дроздов Программа начала выходить в конце 60-х И продержалась до недавнего времени За это время передача сменилась в нескольких ведущих Но для нас, конечно, они ассоциируются с Николаем Дроздовым И его особой манерой говорить Интонациями Которыми продлили тысячи мемов Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тоже смотрел утреннюю почту? Смотрел некто Кстати, вот, наверное, это Начало его Не знаю, как ее имя, не помню Певица Начало, которая умерла молодой Оттуда То, что заменяло нам на MTV Зрители писали в студию письма С музыкальными заявками О чудо! Эти письма читали, а заявки выполняли Исполняли Так эти дикие Доинтернетные времена Можно было послушать И посмотреть любимые исполнители Умники и умницы Помнишь, что такая белая передача? Помню Уникальное в своем роде И действительно интеллектуальное детское телешоу Тут, где освежались Умненькие, маленькие девочки Со всей страны Отвечали на каверзные вопросы И продвигались дальше По дорожке Ну, или продвигались Таким призом было поступление В МГИМО Ага Городок тоже Со Стояновым и Олейников Да Скетч-шоу Созданное Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым Первоначально Это были постановочные Постановки анекдотов Со временем У шоу появились Два Свои авторы И оригинальный материал В программе были Разные рубрики Но самым популярным стали Приколы нашего городка В которой случайные прохожие Становились жертвами Розыгрыша Для российского телевидения Это было Новаторство Новаторство Городок Студия Позитив Представляет Илья Олейников И Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Сам себе режиссер Чехла Лосенков или какого? Да, лосенков Я всегда с собой беру видеокамеру После появления Первых камер Появился И формат Забавных домашних видео И да Не просто смотрели Их показывали Миллионные аудитории По телевизору Музыка Музыка А теперь толпой огромной Ходят девушки за ним На вопрос мой В чем причина Он ответил Как мужчина Я всегда с собой беру видеокамеру 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 Очень любил смотреть эту передачу с Сенкевичем. Тоже молодым человек умер, не старым по крайней мере. В 90-е с путешествием у большинства населения было туго, так что эта передача была практически единственным способом посмотреть мир. С 1973 года программу ввел врач и путешественник Юрий Сенкевич. Гостями его были такие знаменитые исследователи, как Тур Хейердал, Фёдор Конюхов, Жак Ифусто, Бернард Джиммерк, Гарун Тазиев, Карла Маури, Бруно Вайлатти, Жак Майоль, Яцек. Полкевич, Владимир Чуков, Елиан Брамлей. Маски-шоу, вот это я тоже... Вот маски-шоу мне больше всего нравится. Их сейчас уже нету, да? Нету? Давно их нету. Да. Такая еще музыка была. Угу. Главное, не мое видео под музыку. Это как раз шоу, которое не надо было пересматривать. Если не хочешь, разочарований. Но тогда было в самом деле смешно. Мы записывали их на кассеты, передавали друзьям. Проигрывали снова и снова. Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До шестнадцати и старше, да, я помню передачу. Передача освещала актуальные вопросы жизни молодежи. Беспризорность рокеров, рейверов, проблемы взросления, взаимоотношений, семья. Насмотрели почему-то все. Настолько интересными были живыми сюжеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь пришла, а ты не спишь, малыш. Жду я, когда луна тихо зайдет из-за крыш. Этот лунный волшебный свет на любой вопрос даст ответ. Лишь в сказке хочешь, не хочешь, днем или ночью, чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь, в сказку поверишь, раз, поверь. Днем или ночью чудо откроет дверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чего там трамвай Богатырь М прибыл в петербургский город Электротранс? Что за трамвай? Богатырь М прибыл в петербургский город Электротранс? А, как он такой? Красивый трамвай. низкопольный на площади островского 28 мая проведут юбилейный фестиваль мороженого двадцать пять раз это надо подготовленному человеку туда идти чтоб не заболеть на следующий день вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...